Продолжение следует... Я хотел бы сказать, что меня заботит в последнее время. Может быть, найти каких-то союзников среди вас. Ну, я вот сказал, что я видеоблогер, да. Я сейчас в последнее время увлекся деятельностью таких известных на всю Россию блогеров Ильи Варламова и Аркадия Гершмана. Они занимаются урбанистикой. Варламов, он вообще профессиональный архитектор. Они ездят по миру, по городам, смотрят, как устроены города. Города, оказывается, у нас... Вот архитектор рядом тоже сидит, да? Правильно же? Подтвердит, что города сделаны для... Делаются вообще для людей, для жизни людей. Все в городе должно быть удобно. Вот. В Анапе, к сожалению, вот я 4 года прожил, но я приехал из более худшего места, из Забайкалья, из Читы, где вообще и тротуаров-то нет, и скверов нет, и лавочек нету, и много чего нету. А здесь я когда приехал, все это вроде бы есть. Ну, сейчас я уже присмотрелся, и многого нет, и многого не хватает. Поэтому я сейчас занялся такой деятельностью, хожу, снимаю, и в своих видео говорю, ну, на аудиторию, где бы можно в Анапе что-то переделать, доделать, а то и заново сделать, чтобы сделать город лучше, чтобы у него было приятно возвращаться, а те, кто живет, приятно жить. Вот. Вчера я, ну, сходил, познакомился с руководителем местной и общественной организации развития курорта, называется она «Напчанник». Ну, может, кто-то знает, Козленко Анатолий Георгиевич. Вот. Он мне предложил вступить в эту организацию сразу. Я говорю, ну, пришел, говорю, вот я такой-то, такой-то, вот то-то, то-то хочу. Что вы тут делаете в вашей организации, чего вы добиваетесь? Он говорит, ну, давайте просто вы к нам вступите и будете делать, вот, делать вот именно то, что вам интересно в рамках этой организации. Ну, я согласился. Вот. Где-то они мне обещали помочь. Ну, в общем-то, и все. Что мне сейчас надо? Вот мне, конечно, надо, ну, во-первых, поддержку, как обычно на психологических группах говорят, мне нужна поддержка, вот. Чтобы этот бальзам на сердце упал. Подобремся. Да. Вот. Ну и все. И, в общем-то, я буду на наших встречах вас информировать. Здесь поддержка всем нужна. Какие я шаги предпринимаю, уже, в общем-то, я какие-то конкретно начал шаги предпринимать, но я сейчас не буду на них заостряться. Вот. Кому интересно, можете посмотреть видео. Ну, в общем-то, все. И мы тогда в таком формате, еще каждый, расскажите, чем вы занимаетесь, вот, что интересно. И, может быть, как бы, какую-то тему можете обозначить на будущее. Сегодня мы вряд ли успеем еще о чем-то поговорить, я думаю. По кругу или как? Да. Ну, пойдемте по кругу. Ну, я бы два слова сказал как раз вот по этой теме. Анапчание, да? Анапчание, да. Ну, вот есть в ритуальных услугах такое действие, да, когда, ну, облагораживают, так сказать, внешность. Ну, да, то есть все испорчено. Чтобы пристойно попрощаться. Вот Анапа – это вот объект этих ритуальных услуг. Не самый худший еще. Ну, как город. Вот, как город, перспективы, ну, по крайней мере, ну, лет на 200, дальше не будем заглядывать. Спасет только землетрясение. Уничтожено. Понимаете, Анапа – такой благословенный край, что, ну, вот, это я из очень авторитетного источника знаю. Вот наш оползень, вот этот наш край стола, и там большая часть очень Анапского района, она вот вся вот скала, вот этот трескун, она вся вот как оползень, она вот, так сказать, цельной скалы практически нет. И это как подушка амортизирующая, она гасит сильные толчки. И поэтому, ну, у нас там потряхи вот что-то там все время осыпаются, потихонечку в море сползаем. Но, вот, успокоил меня этот специалист когда-то, там, лет 20 назад, говорит, в Пите спокойно, больше там 3-4, ну, 5 баллов, ну, и то они не будут катастрофичными. Влиять. Так вот, даже такой край замечательный, вот, уничтожили. Я когда сюда распределился, я закончил, ну, представлюсь чуть-чуть, Академию художеств в Ленинграде тогда, сейчас он Петербург, понятное дело. И вот нас 7 человек сюда пригласили по распределению, потому что были планы грандиозные. Может, кто из старожилов помнит, что запрещено было в советские времена, в курортной зоне, даже капремонт делать, сколько-нибудь, ну, покрасить, ладно. Там, у людей эти хибары, там, шкаф подпирал потолок, не давали, соседи друг на друга скучали. Одна-то целый квартал и снесли. Что-то удалось, что-то, ну, все же делалось у нас волонтаристки. Но то, что делалось, оно все-таки были попытки планирования. И, собственно, нас, вот, архитекторов 7 человек, вот я один остался, дочь всех продержался. Сами разбежались, потому что из-за... А Леша Карпов был там, кстати. Нет, Карпов не архитектор, он главным художественником работал, у него хорошее образование, такое базовое, ну, художественное. Он живописец. Ларис Фитерушок. Так вот, то, что началось потом, когда розжи были отпущены, строят кто еще хочет, и вот эти бетонные монстры, чемоданы, переуплотненно. И, конечно, все стремятся в курортную зону. Самые... Ну, а сейчас мы знаем, ну, по дороге, скажем, чтоб всех. Ну, что за ужас, ну, что за хрущобы там 12-15-этажные вырастают просто, которые уже закрыли там половину гор. А море вообще уже там не догадаешься, что там что-то где-то... Только море. Да. Можно вопрос? Скажите, а вот 24-этажные здания, вот действительно, вот как я думаю, что нарушается, вот, нарушается вот проветривание нашего города, и это в дальнейшем приведет к тому, что будет формироваться смог, и будут плесень, да, в жилищах образовываться, потому что влажность не будет... Ну, плесень образуется немножко по другим причинам. От ветра она мало зависит. Это не грозит. Ну, если перекроют, то вообще все... Ведь в Анапе до 73-го года, так, 9-этажные только дома, да, были? Ну, это по сейсмическим требованиям. Вот эти антисейсмические мероприятия тогда не проводили. Ну, и даже бальность сейсмики была 7. А 7-бальная система допускала никаких мероприятий, вот там, этих усиленных поясов антисейсмических, каркаса вот этого монолитного, и тем более монолитного полностью домостроения не требовалось. Поэтому ограничилось 9-этажами. Ну, в советское время строили по снимам, да, по каким-то правилам, что нарушалось инсталляция. То, что сейчас, вот из окна одного дома здорово-то за руку... А, это, да, нарушение, нарушение. 30 метров, конечно. Ну, это вот пассивность соседей. Хотя они у нас, вообще-то, вот я, ну, с двумя, с третьим как-то обошлось, а с двумя соседями, вот они меня таскали в суд. Ну, что? Ну, вот в частный сектор попадешь, там, либо мне кормили, да, и там за 20 сантиметров... Ну, да. ...посудиться, побороться. А вот многоквартирные вот эти муравейники, вот эта размытая коллективная ответственность, все, каждый на кого-то надеется, там, домовой комитет, пускай, занимается. А председатель сходил, ему там или испугали, или пообещали. Личные твои, как ты, о себе расскажи. Вот лично я с грустью и ностальгией наблюдаю за тем, что происходит, и радуюсь тому, что это не так быстро происходит. Хотя, ну, это в масштабе, там, моей жизни. На мой век, как говорится, еще там чего-то хватит. А что в грядущем поколении пессимизм полный. Ну, мы, Юра, мы пойдем дальше. А потом расскажем. Александр. Нет, нет, я... А мы идем по кругу. Что вас... Чем живете? А, чем живете? Спасибо большое. Изучаю историю. На пассажок скажи что-нибудь. И нам. Да. Ну, я так понимаю, я по... Резюмирую то, о чем мы говорили. Да, собственно, мы с Юрой уже как-то к этому подвели, что любовь – это все здорово, вот эти все романтические вения, и здорово, если они в основе действий человека лежат. Но если этого недостаточно, это вообще огромная энергия, конечно. Но если этой энергии недостаточно, то приходится регулировать с помощью законов, толков и прочего. Ну, то есть, просто, я так понимаю. Потому что не у всех вот это вот срабатывает, там, любовь, там, вкладывает себя в другого человека, в развитие, искреннее желание этим заниматься всем, да, для детей, для родителей и прочее. Ну, а для тех, у кого искреннего желания недостаточно, приходится... Другие рычаги подключаются. Это формируется, или это чувство, или врожденное? Я думаю, это формируется, это не врожденное, это воспитание однозначно, потому что по-разному воспитанные люди, по-разному смотрят на эти вещи. Однозначно воспитание. Вот. И там, где воспитание, как раз, пробелы в воспитании, вот для этих ситуаций, как раз, вот эти рычаги, вот этот механизм с чувством долга, с обязанностями, в общем, соответственно. Ну, все-таки генетика, наверное, тоже влияет? Юр, ну, я не знаю. Я думаю, что все-таки воспитание главное тут. А вот генетика, я очень сомневаюсь, что есть генответственность, там, ген долга, ген вины. Мы откроем скоро. Да, Павел, я думаю, 50 на 50. Да. Ну, допустим, вот то, что среда влияет, ну, так это мы на воспитание, скорее, спеши. И как мы отделим одно от другого, да, это у нас там от дедушек, бабушек пришло, или потому что в семье так принято, и ребенку деваться некуда, он в этой среде растет. Нет, тут проще. Есть люди с развитым мышлением, врожденным. Ему это нравится, они любят этим. Они любят запоминать, может быть, комбинировать, анализировать, обобщать. А это да. Вот и все. Это врожденное. А кто кому-то лень, вот он будет тяготиться, а может быть и не будет, а может он обманываться рад. Любовь – это такой самообман прекрасный. Ну, согласна. Я вот тут попыталась напомнить определение Фрома, мне очень нравится. Любовь – это желание, искреннее желание, искреннее заинтересованность в жизни и развитии другого человека. Слово развитие мне здесь очень нравится. Вот. То есть это не самообман, это не иллюзия, это не лирика, там не романтика, а искреннее желание вкладывать в молодые дети. Это человек может более разве, чем так, кто его пытается любить. В широком смысле. В широком смысле. Как образование. Нет предела развития. То есть самосовершенствование, познание и прочее. И в том числе развитие чувства долга, например, то есть развитие как воспитательный процесс. То есть здесь очень много может быть. Вообще большой вопрос, чувство ли это, чувство долга? Ну да, опять же. Поэтому, а то, что у животных вот это, ну просто либо ты это делаешь, либо тебя уже не будет просто, либо ты не пройдешь жирного естественного отбора. Вот выбор там невелик, поэтому они вынуждены делать то, что мы можем назвать чувством долга у животных. Но мы просто не знаем, как это по-другому объяснить, можем не знать, да, но мы знаем, как мы для себя это обозначаем. И можем говорить, что может быть у животных там с козочками вот такая ситуация. С долгом, не с долгом. У козочек, если чувство, о чувстве долгой говорить, там может быть другой пример будет более уместен. У меня муж ходит в горы Кавказа, они там на обсчет зубров, серн ходят. И вот у серн есть такая штука, когда стадо пасется, а двое стоят по бокам. Они не жрут, только головой там крутят. А остальные все спокойненько, там полчаса, час, там много времени довольны. Ну что это, это чувство долгой, это что? Ну это любовь, они их любят к стаду. Это ревность, не затесался левый. Ну просто иначе стада не будет, вот и все. Их не будет в том числе. Выбор невелик. Или будет стадо, но уже не их. Ну да, а у людей тут веро-возможности пошире, мы можем как-то порассуждать об этом во всем. У нас абстрактное мышление, мы можем позволить себе эту роскость. Ланька, вам спасибо всем. Появляйтесь. Я два слова забыл сказать про высотные здания. Как раз высокие сооружения, они усиливают аэродинамику, вот эту ветровую. Вот замечали, наверное, вроде тихо, никого ветра не подходишь к какому-нибудь высокому зданию. Там сквозняк просто такой. Сквозняк ее, да. Ну там скорее вот эти вот негативные последствия. Розовый трог получается. Да нет, розовый трог. Там завихрение просто происходит. Ну понятно, что какая-то пластина высокая, она препятствует проникновению, потоки концентрируются. Потом еще там высотные перепады начинают, так сказать, влиять. Ну это, давайте идем дальше тогда. Кто у нас следующий? Ирина. Саша уже сказал. Я историю улика, историей города занимаюсь. Анапа. Ну подолгу, по долгу службы или из любви? Я тут литературным занимаюсь трудом, связанным с историей города. Какие-то есть уже у вас? Ну вот книгу издал. Как раз звать? Битвы за Анапу. За что бьются-то? А, битвы... Битвы за Анапу. А? Наши библиотеки, да, в городском? Я не знаю, насчет библиотеки. Вот они где-то там... Они в приходах продаются в храмах. А в интернете нет ничего? А вот книголюб магазин. Там, ну, есть там, но там же не вся книга, а там просто как бы обложка. То есть больше в интернете надо выкидывать, чтобы знали? Не, ну, кто-то знает, а она летом продается в Польше, сейчас зима, в музеи продают. Сейчас что-то они там реорганизовали, там, в общем, пока не продают. Вот книголюб магазинчик там продается. А что подвигло вот этим заниматься? Ну, я работал когда-то в музее давным-давно. Ну, и образование, наверное, да, соответствующее? Никакого образования, а я в качестве просто там, смотрите, работал. И обнаружил, что никто ничего не делает из этих служек, которые там работают, профессионалы, да, служители. Все, значит, сила батареи. Вот, и я 20 лет назад отдал книгу военно-историческую очередь Анапы. А, да почему? А, ну, все, да. И за 20 лет никто ничего, опять ничего не сделал. Ну, сейчас я собрал новую книгу, называется «Битва за Анапу». Там, начиная от 200-летней давности. Ну, вот как русские сюда пришли, как они здесь оказались, как Россия здесь оказалась. Вот об этом. А сейчас я занимаюсь для детей книгой на той же теме, только для школ, для, может, каких-то более легких. А правда, что здесь лошадь где-то золотая зарыта? Ну, вот эта легенда давно уже будет. Я, как бы, не совсем архиологией не увлекался. Давно уже зарыта. Никак не было зарыта? Я знаю, что там под городом... Не лошадь, а собака. Здесь были под городом... Как это называется? Не зарыта, а порыващая. Под городом бывают. Ходы какие-то. Ходы, тоннели, да. Да, под городом где-то, видимо, с гор они или оттуда там проникали. А знаешь вход? Около... Вот раньше я там орел стоял. Где ворота дальше, там орел стоял. Вот где-то в районе этого орла, потому что у меня был знакомый, который куда проникал. Проникал, и говорит, там вот свод, из него прямо так, знаешь, как сеть. Вот эти коренья растения там насквозь пронизывали. Это фантастическое такое зрелище. Ну, хорошо, просто мы идем на завершение. По времени. Поэтому мы таком шеринг проводим в таком темпе. В общем, Ирина. Что нужно сказать? Да, все, что хочешь, короче. Про любовь, конечно. Про любовь-то это понятно. Чем увлекаюсь? Ну, вообще я здесь не так давно, на самом деле, в Анапе. Садись сюда. Да, полгода где-то здесь устраивается. Вот здесь сейчас с вами общаюсь. Это тоже круто. Издалека? Урал. О, моя родина. Наши люди? А вот кто? Из Серовгорода. Серов? Ну, не знаю. Из Свердловска. Да, ближе к таким. Северный Урал. Дальше. Ну, я ближе к таким. Кивдилю. Кивдилю. Пермский край в прошлом. Я в Свердловске родился. Я между вами. А где? Ну, а по сегодняшней встрече, теме и о чем бы хотела на будущее, может? О чем поговорить? Да. Да, не знаю. Это всегда как бы просто в подор, как-то березы, тема. Мне нравится участвовать в любой предложенной дискуссии, наверное. Моя родина. Пока мне есть что сказать и о чем подумать. Ну, по сегодняшней встрече что сказать могу. Ну, у меня как всегда, лишь бы это все не превращалось в спор. Потому что... Не любишь спорить. Ну, я считаю, что спорить не рождается как раз таки истина. Спорить рождается просто в спор. И столкновение двух точек зрения. И портится отношение. А кто придет и скажет, что это истина? Тогда это бессмысленно. Нет, если есть цель родить истину, или хотя бы искать ее. Да. Ну, она не вредит спор работать. А если цель скарабкаться наверхушку и быть там царем горы, ну, тогда, конечно, зачем? А царем горы не так плохо быть-то, на самом деле. Да? Все должны тебе, да? Хорошо. Вот как раз и та тема. Ну, мы уже говорили, что сильно слабые всегда должны. Алексей? Это не моя тема, на самом деле. Прочитаю долго. У меня еди вообще очень принципиально много. Никаких проблем нету, я так понимаю. Говорят, если человек не займется политикой, то политикой займется им. Так и самая тема про долг. Наверное. Кстати, да. Все равно. Общество опять может... Дети послепуют. Да, вот, наверное. Ждем. Ну, Алексей. Сегодня интересная продуктивная беседа. Было интересно и поучительно узнать разные точки зрения, разные суждения об вот этой вот теме. И всегда, на самом деле, какой бы человек, даже если он вступает с тобой в спор, другая точка зрения, она, знаете, это как разные камеры. То есть она всегда дополняет этот объект. И ты волей-неволей, если ты умный человек, ты всегда можешь, имея вот эту вот другую камеру, другую точку зрения, ты видишь всегда объект вот со своего ракурса. Ты не видишь там... Луну нельзя с обратной стороны увидеть, не запустив туда спор. Ну, даже, говорит, посмотрел твоими глазами. Да, поэтому другой человек в любом случае, даже если он спорит с тобой, даже если он не согласен с тобой, он дает тебе важную информацию, которую ты не в силах просто из-за своего ракурса увидеть. И умные люди, они с большой ценностью всегда узнают даже вот противоположную точку зрения. Поэтому любая дискуссия, спор, это даже пусть будет спор, но всегда идиллия бывает. Это всегда информация. Информация, кто предупрежден, тот имеет силу. Поэтому нужно уметь выжимать сок из этого кислого лимона. Я так думаю. Какой образ? Надо уметь выжимать соки. Пусть он брызгает на все. Сергей? Что я хочу сказать? Я вот проработал фотографом много лет. Начиная вот здесь, с фотоателье, которое по Астраханской. Потом пошел по санаториям работать. И вот в 95-м году я фотографирую в мечте, это сам Кинышок. Встречался с разными артистами. Ну и в общем, сфотографирую там вот всех и Шакурова. Ну вот, в фильмах я не помню. Вы знаете. Вы знаете, да. Сейчас хорошего фотографа трудно найти, на самом деле. Трудно, да. Вот такие, которые были еще в советские времена. В советские времена, да. Это были все профессионалы, в общем-то. Конечно. Сейчас все потолки. Вы на выставке не были? Вот открылось, у меня три назад, помню, была Улько. Улько знал. Улько я знаю. А где она проходит выставка? Она в белом квадрате. А, в белом квадрате? Игорь, да? Да, Игорь. Она еще есть. Игорь, знакомый. Знаю, да. А где она, выставка? На Горького, там магазин, беги по небу, кто не знает. А есть, знаем, знаем. Вот там галерея. Там, ага. Там Улько. Белый квадрат. Белый квадрат. Надо сходить, да. Улько, знаю такого. Ну, а что думаете по поводу любви и... Долго. 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 Сложные вопросы. Должен ли человек любить? Естественно, должен любить. Ну вот. Кого вы должны? Всех. Должен, но это не должно его. Но зацикливаться на этом не надо. Любовь обязывает. Да мы не можем. Наподобие так. Ну, хорошо. Елена. Я считаю, что человек не должен ничего. Если есть любовь, то это очень здорово. Она помогает жить. Она украшает жизнь. А как быть тем, у кого ее нет? Любить просто. Надо искать любовь. Чуть-чуть. Ну, что если я исподелся? Это интересно. Себя любить тоже надо. Потому что если себя не любить... Обязательно пытаюсь. А как можно других полюбить, если себя не любить? Да, я не любю. По-моему, мы переходим к следующей теме. Вот такой акцент на любовь все-таки. Это тема следующей нашей встречи. Это неразрывно. Полюбил, значит... Вы сегодня больше о долгии говорили, а тут все-таки... Ты меня любил, теперь, как порядочный человек, женись. Любовь, она как вдохновение, она как стимул в этой жизни. Без любви жизнь мрачная, скучная, одинокая, неинтересная. Ну, как без любви-то? Любовь приносит радость. Это основное всего, да. Это фундамент нашей жизни. То есть те люди, которые никого не любят, они просто себя уничтожают, как бы подрезают себе какие-то корни. И я считаю, что любовь это... Давайте будем... призовем всех в камеру любить людей. Себя на этом месте. И в этот момент камера... Но долг и любовь это противоположные вещи. Но фраза была запущена, записана, что давайте всех любить. Любовь, она долг, как бы, аннулирует. Всех люблю, поэтому прощаюсь от других. Если слово долг заменить словом закон, то да, отменяем. Отменяем. Есть в православной традиции такой труд, всем советую почитать, ну, как бы, лестница, называется лестница. И там сколько ступеней? Восемь, по-моему, ступеней лестницы. Ну, продвижение на пути к совершенству. Но самая высокая ступень – любовь. И если человек ее достигает, это отменяет все. То есть, как бы, это нечто, конечно. И страх уходит там, и все проблемы решаются. Люди, которые могут, вот, ну, достигают вот этого состояния. Нирвана. Ну, да, это состояние блаженства. Хорошо? Я вас вернусь, потому что меня напрягает. Я не люблю, когда камеры вокруг, когда записывают. А, не пишет уже? Она уже не пишет. Ну, это уже вообще. Поэтому о себе я буду говорить только с теми, с людьми, которым я хочу, которым это интересно. Хорошо. Хобби у меня масса, интересы огромные. И среди людей постоянно. Ну, не хочу. Долгов нет, короче? Нет. Не так я могу. Ну, вот. Одна любовь. Мне кажется, вы сегодня... Попрещающее лицесловное. Да. Очень, так сказать, мне понравилось, как вы говорите, что вы говорили. И понравилось, что вы умеете добиваться своего. Вы не хотели, чтобы вас сегодня записывала камера, и она вас не записывала. А голос у вас приятный, и это украсит, да, украсит нашу встречу. Виктор. Он как наблюдатель. Он как наблюдатель. Как наблюдатель. Доктор, меня это не слышит. Не, он расскажет по-русски. Я еще не сомалировал. Виктор, ты гиктор. Короче, это самое. А что говорите? Чем я занимаюсь? Ничем я не занимаюсь. Долгами я, никто я. По сегодняшней встрече тоже. По сегодняшней встрече мне, в общем-то, все понравилось. Мне понравилось, как я себя, так сказать, веду. Что я... А нам понравилось, как ты себя ставил. Как-то доказываю. Не то, что я доказываю. Просто я пытаюсь... Иногда мне кажется, что то, что я говорю, я недостаточно ясно, как сказать, формулирую. Поэтому интерпретация того, что я сказал, звучит в обратную сторону. Она меня удивляет, разве я это сказал? Это броуновское движение. А? Броуновское движение. Отскакивает непонятно. Перерос. Перерос. То есть я начинаю... Я пытаюсь, так сказать, человеку, с которым я разговариваю, донести то, что я действительно имел в виду. А он тебя возвращает, потому что его волнует. Слова порой настолько искажают вот то, что я внутри чувствую, что я сам себя поражаю. Лучше бы я помолчал. Иногда вот такой момент наступает, я думаю, заткнись. Вот этот голос внутри меня, он все время... Заткнись, но уже поздно. Уже, да. Уже провало и несет. Вот. Поэтому я немножко недоволен собой. Это как бы выглядит немножко, как будто я проявляю агрессию. А агрессию назвать любовью не милой нельзя. Я ее проявляю, проявляю, никто не замечает. Сволочь. Я как бы, я хочу просто еще раз извиниться, что если это проявляло как-то... Сволочь это как-то... Собеседники. Агрессивно, да. Но я не хотел этого и не подразумевал какой-то даже спор. Потому что мне всегда интересно чужое мнение. И я стараюсь тоже услышать в этом, допустим, в том, что говорит другой человек, услышать зерно того, что во мне может перекликаться. Что вот, допустим, как с Леной, я вот на одной волне и имел, и с Ирой. С моей женщиной, со всей женщиной на одной волне. Ну толку-то? Ну а то, да. На одной волне это ничего. На своей волне и остался. Да, на своей, да. Надо с другой волной пересечься. Да. Со встречной. Нет у вас чувства долга. Нет. 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 Я-то нападаю больше. По отношению... Не жилиться вы, значит. Ну это да. Это, конечно, шутки. Инстинкты не работают. Но в принципе, мне сегодня понравилось все. И главное, что нас не выглядели. Да. Прям могли бы. Вот, кстати, вот, Виктор, на таком сцене, что не такой праздник, что надо просить прощения. Да. Кто же хочет попросить прощения, кто кого-то заделали, чем-то что-то... Не безобразить. Да. У всех. Разница действительно большая. Простите все коммодоры. Все мои долги. Ну вообще, в принципе, прозвучало все... Мы как бы вот... Групповое такое мышление, оно привело к какому-то консенсусу. То есть мы как бы все настроились на одну волну. Устаканились. Устаканились, да. То есть если даже и были какие-то там несогласия, то оно как-то компенсировало одно другое. И в принципе, у меня сейчас хорошее очень чувство того, что у нас как бы мы... Хорошо сидим. Хорошо сидим. Я чувствую, что я начинаю любить пространство. И те, кто в нем находится. Чем больше звучит слово «любовь», вот я заметил, тем это пространство, оно наполняется какими-то вибрациями, которые приятно резонируют и расслабляют. Как бы... Ну вот одно слово буквально пространстве как архитектурном материале. Но вообще считается архитектурой пространственным искусством. Хотя есть еще более уточняющее такое определение. Был такой архитектор, Филипп Джонсон, американский. Он что-то до 96-ти, по-моему, лет все еще и руководил своим бюро. Так вот он сказал, что это не пространство и не объемное никакое там искусство. Это искусство процессии, то есть движения. То есть все время человек, ну что он там умер или уж там крепко так спит, что не двигается. А он все время, вот уже с Алексеем тоже пересекусь. Все время мы меняем точки зрения, видим разные ракурсы. И вот именно так архитектуру, хоть высотную, хоть интерьерную, и воспринимает человек. Так вот это и есть вот это искусство архитектуры. Вот когда автор понимает и думает о том, куда пойдет человек, поднимет ли он взгляд или опустит, или там подует на него, или запах, или цвет, или там вкус. Архитектура во всем, даже вот в стаканчике, или там в обертке. И делать нужно так. Ну я бы, вот именно сейчас вдруг мне пришло это в голову, я бы, продолжая этого Джонсона Великого, сказал бы, что архитектура это проектирование настроения. Ну музыка во многом похожа на архитектуру. Ну я поддержу, да, настроение это действительно так, потому что важно с каким настроением человек вообще идет по городу, вот. С каким настроением он пришел на работу или с работы, то есть вот действительно все это на нас влияет. По какой дорожке мы идем, по какому тротуару, где какие насаждения, скульптуры, скамейки, там прочее, вывески. Все это на нас влияет. Звуки, откуда несутся, запахи. Вот я не люблю, когда шашлуком пахнет в последнее время. А где вы там ходите? А? Шашлук про парш. Ну, хожу и нравилось, но сейчас я считаю, что это не должны мы нюхать шашлык, если он не... Поэтому надо требовать каких-то фильтров, чтобы они жарили шашлыки с фильтрами, правильно? И приятное, и неприятное все это находится в пространстве, вот о котором... Кто хочет шашлыки понюхать, он в тарелке понюхает, а про кожу нечего, там... Это канцерогены, да? Да, поэтому будем бороться и с этим. В противогазе ходишь и все дела, никаких фильтров не надо. И любишь пространство. Так вот, человек это пространственное существо, потому что в какой-то плотный объем он попасть не может, как правило. Ну, в какие-то промежуточные среды, там, в воде и даже под водой, может человек, конечно, но мы тогда как пространство воспринимаем, если все идет. Так вот, воздействуя на восприятие человека каким-то образом, разнообразным, если архитекта предвидит и попадает, правильно предвидит результат, вот это и есть искусство архитектуры. Я, честно говоря, не встречал такой бред, где-то там в книжках, вот про застывшую тканную музыку, во всех, по-моему, книжках. Когда идете по Питеру, вам так не кажется, что архитектура центра города, это действительно литика? Ну, вот она не застывшая. Это если человек застыл, вот тогда она застывшая. А так как мы двигаемся, она все время движется вместе с нами. В процессе происходит движение. Поэтому я тоже когда-то был впечатлен, действительно. Ну, ритм, в первую очередь, роднит, конечно, архитектуру и музыку. Там какие-то кульминации, да, акценты. Это все, там очень много, даже терминов одинаковых. Тон. И рисунки, потому что мы архитектуру рисуем сначала всегда. И тон в музыке. Ну, в этой фразе видеообразовало какое-то отношение, личное какое-то отношение к архитектуре. Ну, кто-то так прочувствовал. Это что-то свойственное синестетике. Знаете про синестетику? Это сказал музыкант, а художник это воспринимает по-другому же. А вы знаете про синестетику? Вот у меня в детстве такое странное отношение, что я почему-то всегда вот имена или какие-то предметы ассоциировала с цветом. Вот каждому имени у меня, вот каждое имя соотносилось к каким-то цветом. А потом я уже спустя многие годы, я узнала о том, что оказывается и предметы имеют свои цвета, не только имена. И да, вы не знаете об этом? А есть художница? Да, и запахи имеют свои цвета. Да, и на зуб можно попробовать. И вкус есть? И одна художница писала картину, она прослушала какую-то там симфонию, и эту симфонию изобразила в цвете на своей картине. Это художница синестетика, и есть такое направление синестетика. Ну да, чурли не с этим тоже. У Склябина был цветовой слух, то есть он когда слышал аккорд или ноту, он это мог легко перевести в цвет. Ну есть такие, даже он, вот, первооткрыватель был ассоциацией звука с цветом, и он писал партитуру, учитывая там цветовые какие-то, цветомузыка. То есть один из таких основателей цветомузыки, Склябина. Был такой Шерешевский, он запоминал все. Вот он книгу на иностранном языке прочитывал, и запоминал ее там хоть сколько страниц, и у него была проблема не запомнить, а забыть это. То есть он настолько был перегружен. Забыть? Да. Он не мог. Это было очень сложно. Вот, как бы тяжело. Ну и... У него не было кнопки резер. Да. У меня такое ощущение, что когда нужно идти на завершение, у нас разговор только начинается. Так и субботи. Вот. Есть о чем поговорить. Да, но, как говорится, обо всем мы поговорить все равно за один раз не сможем. Вот. Поэтому-то мы и собираемся каждую субботу. Вот. Но какое-то время требуется всегда для разогрева. Вот. Нам потребовалось, как бы, ну достаточно много сегодня времени. Хотя, с другой стороны, как бы с полоборота. Здесь завелись несколько участников. Витя сразу агрессировал. Как бы он честно признался. Вот. Поэтому мы ему это прощаем. Я очень эмоциональный. Нет, я вообще не считаю агрессию отрицательным качеством. Нет, конечно. Она здесь... Ну... Ну просто она должна быть добром. Мы ценим честность и соблюдение. Это инициатива, на самом деле. Он не боится проявлять инициативу и... Уж говорить то, что он думает, так сказать. Про нас. Про нас. Но он больше сегодня про себя говорит. Вот. Ну, мне сегодняшняя встреча понравилась. Хотя она была... Вот такое ощущение, что она была сложная встреча. Это связано, я думаю, с тем, что... С местом, во-первых. Мы были настроены все-таки на большее... Более комфортное пространство внизу. Но нагладочка вышла. Ни нас внизу не был тут вообще. Да. И... По-моему, хорошо. Хорошо. Немножко как бы вот... Ну, я чувствую просто, что... Другое настроение, как бы, чем внизу. Оно другое какое-то. По теме, которая была сегодня поднята, я думаю, мы поговорили достаточно глубоко. Но хотелось о многом другом еще поговорить. Вот если говорить о том, что меня волнует, меня волнует, как всегда... Не поверишь, деревья в Гондурасе. Ну, вот если бы в Гондурасе, а вот в Забайкалье и Иркутская область, я знаю, что там как бы вот нещадно природа уничтожается, и сейчас и Чичинская область включена. А кто ее уничтожил? Китайцы. Да, это что? А что-нибудь туда наполнили? Да. И это, конечно... Но если бы это делалось как-то, так сказать, цивилизованно, это делается даже хитро и по-варварски. У нас нет сегодня Михаила Ивановича, тема варваров, она, так сказать, его конек. Он бы мог об этом, так сказать, профессионально сказать. Хирургически. Решить вопрос. И самое интересное, что этот вопрос никак не решается. и как-то его пытаются обходить, потому что это большие деньги, которые, естественно, уходят, я думаю, в основном уходят кому-то в карманы. Но это как бы вот боль и слезы Сибири. Вот говорят, она сейчас стонет от этого. Люди наблюдают, как уничтожается природа. Причем она вырубается. Они как бы сейчас вырубили территорию, по-моему, с Португалии уже. Но ее не сплошь, а ее кусочками вырубают. И как бы со стороны кажется, что все нормально. А на самом деле там, там... А со спутника можно посмотреть, увидеть, и там просто вот эти... Как будто моль поела ткань. Ничего, зарастет. Вот. И как бы почему это происходит, непонятно. Но это уже другой разговор. Хорошо. Всем спасибо. Дима, он, как наблюдатель, сказал несколько слов. Мы не можем его заставить. И еще пару слов о чувстве долга. Вообще для меня как-то нет противоречия между долгом и любовью. Чувство долга мне нравится. И при этом оно не перестает быть долгом для меня. Любовь должна быть долгой. Вот. И очень долгой. Она должна быть бесконечной. Вот то, что я хотел сказать вкратце. Всем спасибо. На сегодня наша встреча как бы завершена. И давайте просто на следующую субботу по времени договоримся.